Я хотел бы сказать, что, ну, людей предупредить, потому что идет очень опасная практика сейчас огромного количества вот этих, так называемых, духовных школ, которые маскируются под духовность, с воздействиями вот этими на психику и так далее. Я могу объяснить, каким образом, собственно, зомбируется человек и захватывается в плен его внимание, его я, и он перестает быть самим собой. И тогда нужна реабилитация, вызволить его из этой секты или из какого-то эзотерического учения, в которое он просто погрузился и даже не понимает, что он перестал быть самостоятельным «я». Столько уже разговоров о духовности, эту нишу разрабатывает колоссальное количество шарлатанов и полузнаек. Я всегда говорю, я могу стоять в ряду людей, которые выступают в этой теме, поэтому никогда не верьте человеку просто на слово. Вот, допустим, вчера была лекция, я рассказывал, и иногда говорю, вы должны это проверить. Если вы попробуете жить по заповедям, вас начнет это получаться, вы через год-два-три придете абсолютно к тому же результату и скажете, он был прав. А если вы не справитесь с этим, не хватит воли и терпения, веры, ну что ж, тогда вы останетесь там, где были. Поэтому верить человеку можно только тогда, когда ты в опыте приобрел собственный опыт и получил знания. Потому что знание, со слов, очень строгое. Знание может быть только то, что проверено опытом. Если бы ты в опыте не проверил какую-то теорию, она так и остается теорией. Она относится к области мнения. А мнение может быть истинным, а может ложным. А как проверить, оно истинное или ложное? Только опыт. Поэтому я опытом проверил и сказал, ребята, я знаю четко. Хотите, верьте, хотите, нет. Если не верите мне, идите туда, куда хотите и пробуйте, как хотите. Мне от этого ни тепло, ни холодно. Но я свою жизнь, ну скажем, под этот опыт подвел. И мне дало великое благо. А вы как хотите.